Соответствующие подготовки людей без соответствующего образования. Ключевые факторы их достижения каждому и всеми это уровень знаний и компетентность людей. Понятно, что база этого всего закладывается в системе образования. Роль образования также в том, чтобы способствовать формированию человеческой личности с моральными принципами и устоями, которые соответствуют ценностям устойчивого развития. Позвольте мне предоставить слово для приветствия заместителю министра образования Республики Беларусь, председателю Координационного совета по образованию и интересу устойчивого развития при Министерстве образования Александру Владимировичу Котлубаю. Пожалуйста, Александр Владимирович. Добрый день, уважаемые участники симпозиума от имени Министерства образования Республики Беларусь. Позвольте поприветствовать вас и передать самое доброе желание. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов педагогических университетов Максима Танка, предоставящих площадку для обсуждения и реализации целей ключевого развития, возникающих в этом сложности, не только на межведомственном, внутри республиканском, но и на международном уровне. Также хотелось бы однозначно связать к первым участникам сегодняшнего совета и собраниям. Хотелось бы также поблагодарить представителей органов республиканского, государственного управления, международных экспертов, всех тех, что в данный момент безразличных проблем реализации целей устойчивого развития. Убежден, что участие в этом форме позволит обменяться опытом накопленных достижений целей устойчивого развития, которые, по моему мнению, являются первой среди рамы, способствуют попасть на достижение всех 16 глобальных целей устойчивого развития. Влечит это качественное образование. С удовлетворением отмечаю, что в истории Беларуси образование относило к приоритетам государственной политики, а вопросы устойчивого развития направлены к причине содержания образования на всех ее уровнях. В контексте цели устойчивого развития Министерство образования акцентировать внимание на главном – исключение доступности образования, отвечающим потребностям личности, общества и устойчивой развитии страны. Основанная на интеграции с наукой, технологией и производством. В Беларуси в целом созданы условия, позволяющие каждому человеку религиозить свое право на доступ к любому уровню образования, независимо от социального статуса, национальности и места жительства. Хочу также обратить ваше внимание на воспитательные аспекты образования, имеющие колоссальное значение в достижении целей устойчивого развития. По большому счету, ни одна глобальная цель устойчивого развития не будет достигнута, если мы не будем вырабатывать молодых людей, и умение противостоять глобальным вызовом, ценающим различия между народами, религирующим их историческое простое, уничтожающим даже такие важнейшие, особенно для нас, белорусов, понятия, как рожданин и патриоты. Мы должны учить нашу молодежь сохранять свою национальность, беречь независимость из каких-то людей, ценить наследие нашего государства, наредить этим вырабатывать позицию признания, многообразие мира, уважение к культурных и исторических ценностях для других народов. Для достижения этих целей в настоящее время наше университетство в совместно с представителями молодежных объединений разработана стратегия развития государственной молодежной политики до 2030 года, которая прошла обсуждение на всех уровнях на всех площадках заинтересованными. Во многом залогом, драйвером реализации дорожной карты целями устойчивого развития является молодежь. Умно молодой гражданин своей страны способен реализовывать инициативы в интересах целей устойчивого развития. Сегодня участниками симпозиумов стали молодые люди со всех регионов Белоруссии, ставшие молодежными послами целей устойчивого развития. Ребята, ваша основная задача не только продвигать проект со своей целью устойчивого развития, но и в целом в соответствии с продвижением целей устойчивого развития информиров themselves молодежи о механизмах достижения показателей устойчивого развития на локальном и национальном уровне. Надеюсь, что реализация ваших инициатив придется нашей стране к реализации целей устойчивого развития. Устойчивое развитие для всех поколений обеспечит систему образования, паролирующего человека, воспитанного, высокообразованного, подготовленного к жизни, предъявляющегося в мире. Желаю успеха в работе в симпозиуме, и уверен, что в ходе заслуживания эквенарных докладов и выступлений те участники получат цену информации о роли образования и достижении целей в будущем развития.